Привет всем, ребята! После последнего видео, где я ездил, искал могилу Зайцева, герой СССР, потом заехал на кладбище в Турмантасе, встретил мужчину, и после его рассказа о том, что на Вишневке есть захоронение, у меня появились мысли, разные вопросы. Что делать вообще с этими костями, которые там находятся, если это всё так, вот как он говорит? Как я думаю поступить? Во-первых, нужно вернуться, поговорить с этим мужчиной, чтобы он объяснил, показал это место, где находятся вот эти вот кости. Потом есть специальная служба, которая занимается перезахоронением, каким-то вот этими всеми вопросами. По идее, если поехать на то место, раскопать там лопатой, может быть, найти эти кости, позвонить в службу, и чтобы они там провели раскопки, мне кажется, что это такая масштабная операция. Будут ли они вообще этим заниматься? Я хочу поехать, во-первых, к этому мужчине, поговорить с ним. Может, у него самого есть какие-то мысли, как это лучше сделать вообще. Может, он больше в этом плане в курсе. Пускай мне покажет немецкое кладбище Первой и Второй мировой войны, где похоронены немцы и русские. Возможно, мы с ним поедем, он покажет, или вместе сходим. Так что поехали в Турмантас и будем разбираться. Кто не видел лужей, вот я показываю. Вот так они выглядят. Он уже не живой, кто-то по нему проехал. В Литве уже вообще в почете, но это отдельная история. Пока заехал в лес, снимал это видео, увидел такую вот какую-то могилу здесь, непонятно кого. То есть есть здесь оградка, цветы, свечки стоят, но нету никаких надписей, что это такое вот. И это просто вот в лесу, на холме у дороги. Что тут могло быть? На массовое захоронение это тоже не похоже. Одинокая могила. Обошел немного с другой стороны. Это кладбище. Старое кладбище деревни Вицентинавы. Вот стоит табличка, но не знаю, на кладбище прям старое деревенское это не похоже. Единственное, что только в этой деревне один житель жил. Приехал я в Турмантас, подъезжаю уже к кладбищу. Надеюсь, этот мужчина, вообще он дома и он выйдет. Если что, я сам к нему зайду. Ребятушки, я нашел этого мужчину, он оказался дома, я к нему зашел. Сейчас мы вместе поедем на это кладбище, он покажет, где оно находится и что-нибудь про него расскажет. Мужчина, которого сейчас встречу, попросил его не снимать. Я у него спросил, почему? Он говорит, ну, потому что то, что я рассказываю, не факт, что это правда. Вот как писали в комментариях тоже. Потому что он это сам все услышал от стариков, которые жили в Турмантасе. Ну, то есть, и он сам говорит вот так вот, может переписаться история. Я сейчас что-то расскажу, вы там еще как-то расскажете, получится глухой телефон. Он просто пересказывает то, что он сам слышал от местных. Так что все, что вы увидите дальше, может быть неправдой. Какое название было, я тут даже посмотрел, может быть, это название было. Бург? Это название было, это Первой мировой войны. Название этого поселка Турмантас, это название, что-то другое было. Первая мировая война, немецкая. То есть Турмантас назывался, да? Как-то Бург типа? Нет, нет, это Ненка называли уже по-своему. Они, например, Долгов Пёс называли Дюна. Всегда. Отсюда они этот, обстрел вели, да, вот с этого места? Пулевые средства, видите, качество такое было. Да, это пулевые, вот это же там, по-моему, оставшиеся пули. Давайте я буду заглянуть, интересно. Сейчас, смотрите дальше. И вот самое интересное, вот властность войска. Войска. Выберать, что ли? Да. Невольно. То есть то ли разрушать, что ли, водить невольно. А-а-а. Да, это вот, они были все законсервированы. Да, трогать нельзя, типа, да, что это польское имущество. Это во время, когда была Польша, они все эти бункера были законсервированы на случай военных действий. И везде вот такие вот были надписи. Вот здесь, по-моему, одна, это амбразура. В общем, надо залезть туда, чтобы отсюда стрелять. Как? Тут видно было, это, наверное, стояли эти всякие стеллажи. Это просто, уже ничего здесь нет. Здесь было куда-то склад небольшой в советское время. Вот. Вот эти вот, видите, заложены вот эти вот бетонные, как бы, кирпичи, два, двадцать еще. Вот таких очень много здесь еще по хоторам есть. Это немцы, видно, изготавливаются, были, как бы, ну, первой мировой войны. Вот, знаете, вот, ну, для всего, для ванкеров, массивные на дороге, такие вот, там, этих боевых выходных, и все такое. Так, а что они тут обстреливали? Тут, ну, была железная дорога, получается. Вот, ну, в ту сторону дорога была еще прицелье батюшка, как говорится, а здесь ничего не было. Потом здесь вообще ничего не было, здесь вообще было пустые места, здесь шел фронт, немцы всех же отстреляли, не то, что в первую, они отстреляли во вторую мировую войну. И это вот, в эту сторону, там, как говорится, понимаете, ручка была. Потому что вокзал-то оставался, всегда здесь. Ну, так вот, только, видно, боя не было с этой точки никак. Только обстреляли, видно, уже... Ну, еще с той стороны же там видно, что обстреляли было. Как-то обстреляли, видно, знаете, это уже во время... Тут, вон, да, отверстия какие-то. Да, тут обстреляли. Обстреляли, видно, это уже советские войска, когда брали. А может, немцы отстреляли, когда поляков выкуривали. В 1939 году. Интересно тоже. Интересная вещь в том, что эти... Здесь поляки были и в 1939 году, и в 1918 году они здесь были. Потому что есть же еще... Они же встретились с этими... С латышами. Практически поляки, даже, здесь догупился. Это дорога, вот, по которой едем. Вот, показываю. Показываю людям. Люди, мне, людям показываю, что... Сейчас дорога заросла, мост перекрыли, и мы едем, вот... Сейчас никто не ездит, получается, вообще, вот, как поле, можно сказать. Ну да, вот здесь вот все уже, дальше она, в принципе, не идет. Сейчас вот здесь где-то встаньте, направо-налево поверните, и встаньте. А дальше, вон, уже видно, что сосны появятся, остановится уже все. Можно и дальше проехать чуть-чуть. Ну, чтобы там полосе поровнее было, может... Там эта дорога уже идет на этой вот, на поля, там кто-то картошку садит, или еще что-нибудь. Лучше вы здесь вот встаньте, вот, ну, подъедьте туда вниз, чтобы ее, так, видно, что в ней было далеко слишком. Да, еще кто-нибудь придет, посмотреть, что здесь за Мишина стоит. А вот здесь вот встаньте и развернуться будет. Ну да, вот, все, нормальное место. Вот хутор, о котором я вам говорил. Ну что, пошли или нет? Оставили машину, пошли. Ну и там были окопы, дальше, впереди. Это, получается, где сейчас граница Латвии и Литвы, да? Там окопы. Граница вот сейчас, где... Эта баня уже Латвия, видите? И дом там Латвия. Вон, сейчас в Латвию переходим. Но нету никаких знаков, что мы... Почему нет? Будет сейчас? А-а-а. Ну, есть, я там, где-то. Вот переход Литва-Латвия. Да, тут осталась дорога, но... Ну, вот, ребятушки, идем. Вон уже виден столб. Вон столб Латвии. Здесь, здесь когда-то была вообще дорога, переезд. На машине можно было. Здесь же есть переход здесь. Вообще, вон, камыши, болото. Была раньше дорога. Советское время, сейчас. Сейчас ничего уже нет. Мы идем тут дальше. У-у-у. Блин, все, финиш. Вам не получится. Финиш? Будем развиваться. Ну, чтобы бобры подняли плотину. А-а-а. Ну, сейчас я, да, придется... Надо развиваться. Развиваться, придется. Будешь? Вот так вот приходится переходить реку. Раньше дорога была здесь. А сейчас бобры подняли. И приходится вот так по доске идти. Босиком. Это прикольно. Это прикольно.